Самое забавное, что Российская Федерация, втолвшись в Украину, поставила на кон все, переориентировавшись на Китай. Но с самим вторжением в Украину, больше всего свинью, самую большую свинью Российская Федерация подложила именно Китаю. Даже не себе. Я помню там в нулевых годах какой-то бизнесмен американский говорил, что я смотрю на своих соотечественников, которые вкладываются в Россию с недоумением и жалостью, потому что мне очевидно, что это рано или поздно у них однимут и скорее рано, чем поздно. Вот сейчас это время настало. Но больше всего за эти два года капиталов и производств выйдены не из России, а из Китая и Тайваня, потому что бизнес американский, который посмотрел на то, что так оказывается можно, даже в Европе можно взять вот так вот и просто вторгнуться в соседнюю страну, бомбить стирать с леса города, уничтожать производство, убивать сотнями тысяч людей. Что же тогда говорить про Си Цзиньпиня, который последовал, к примеру, Путина и остался там на третий-четвертый срок. Я думаю, он тоже так же будет сидеть до последнего. И выводят с Тайваня в Америку производство этих кристаллов, там полупроводников, выводят из Китая во Вьетнам, в Индию производство. И сейчас Си Цзиньпинь ездит в Америку и говорит, ребята, у нас все будет четко, блин, не надо уезжать. Вы видите, да, приезжал же совсем недавно в Сан-Франциско. Но уже все, это уже поезд уже ушел, уже сейчас каждый пятый безработный, получается, выпускник института, потому что не хотят уже вкладываться, боятся. Я понимаю бизнесменов, они рискуют своими деньгами, своими производствами. И понимаю почему, потому что они посмотрели, как может сделать Россия. Я не знаю, что и Китай, скорее всего, так сделает, несмотря на все его заверения. Путин тоже рассказывал, что границы у нас определены с Украиной. Чем это закончилось? И сейчас уже, а Китай, это не Россия. Там ребята такие больше духовитые. Когда там сидят, Чаняньмын там площадь, это же не едино. Там постоянно люди бузят по поводу там какого-то недовольства. Просто все это под спудом идет. И вот что у нас окажется. Россия окажется, с одной стороны, ощетинившаяся против нее Европа, с Украиной во главе. А под брюшем у нее будет Китай, горящий там от всяких каких-то негараздев. Будет очень весело. Россияне молодцы. Путину поставят памятник при жизни. Причем, наверное, из него самого же еще живого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова